Добрый день, дорогие коллеги, дорогие участники первой онлайн-конференции, посвященной цифровизации образования. Я Кревский Игорь Гершевич, руководитель проекта разработки электронной информационно-образовательной среды Пенинского государственного университета. Хотел рассказать о нашем опыте разработки электронной информационно-образовательной среды, ну или сокращенно, всем привычно уже это обозначение, EOS. И, значит, этот опыт, думаю, может быть интересен и полезен, в том числе и потому, что мы в 2018 году прошли в течение, с интервалом буквально несколько месяцев, аж две проверки. То есть у нас была в апреле аккредитационная проверка, и в сентябре 2018 года проверка на выполнение требуемых законодательств. И ту, и другую проверку удалось пройти без проблем, соответственно, я думаю, что этот опыт может быть интересен. Значит, чтобы была более понятна задача, на слайде приведены как раз сведения о нашем ВУЗе, чтобы было более понятно, в чем она состояла. ВУЗ достаточно крупный, по контингенту он один из самых крупных по УЗК федеральному округу. У нас более 20 тысяч студентов, около 3 тысяч сотрудников. Значит, пришлось загрузить больше 580 учебных планов, и сейчас там порядка 30 тысяч курсов загружено в EOS в ВУЗ. В ВУЗе ведется преподавание по всем уровням образования, от среднего профессионального до ординатуры и аспирантуры. Значит, очень широкий спектр. Так получилось, что, в общем-то, был крупнейший ВУЗ, бывший политехнический, затем технический университет, затем ставший государственным. Его объединили со вторым по величине ВУЗом. Это с педагогическим, и, соответственно, представлены в большом ассортименте технические специальности, естественно, научные, медицинские, педагогические, гуманитарные, ну и все, что угодно, включая физическое воспитание, музыку и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, спектр специальностей в известной степени уникальный, поскольку, как правило, в большинстве городов, более крупных, может быть, чем Пенза, имеется целый ряд крупных ВУЗов, между которыми все это дело как-то распределено, частично может быть перекрывается. Всю систему мы сделали на основе свободно распространяемого программного обеспечения. Исторически сложилось, что у нас бухгалтерские кадровые и прочие вещи были сделаны на базе паруса. Мы смотрели достаточно интересное решение от 1С, но получилось, что заменять часть, которая используется в этих финансовых подразделениях, это слишком дорого, туда вложено много денег, много сил, а любое решение для крупной организации будет заказано. И мы сошлись на том, что все будем делать на основе СПО. То есть, соответственно, у нас используется LMS-модул для собственного учебного процесса. И частично многие функции, разработанные на основе тоже открытого кода, была самописанная система управления порталом, достаточно универсальная, и из нее развели такие вещи, как портфолио студента, электронный библиотек, ну и ряд других подсистем. Эти две подсистемы пришлось подружить, и у нас полностью от системы написаны, ну, по сути дела, PHP плюс MySQL. Теперь, значит, часть в виде мудла, часть в виде внешнего, ну, на базе тех же языков и СУБД решили. Значит, ну, наверное, то, что удалось успешно сделать, здесь можно выделить следующие моменты. Первое – это безвыходность ситуации, то, что предстояла аккредитация, хорошее понимание руководством, что эту ситуацию, именившуюся, ну, скажем так, достаточно сложную, надо оперативно менять, значит, ну, достаточно хорошая, грамотная команда разработчиков, потому что, по сути дела, все сделали своими силами, то есть разработчики были, ну, либо привлекали часть людей, я сам, собственно, не являюсь основным сотрудником университета, но, в общем-то, было кого привлечь, и эта команда достаточно хорошо отработала. И, может быть, очень интересный момент, который я затрону, но он, на самом деле, заслуживает отдельной большой темы, это контроль за ходом внедрения, организация оперативного внедрения, такой массированной системы в ВУЗе. Это отдельный интересный вопрос, некоторые моменты я обязательно затрону в своем рассказе. По сути дела, система была внедрена от принятия решений о разработке до сдачи в эксплуатацию за 14 месяцев. То есть за это время, так сказать, было все развернуто и так далее. Дальше давайте, наверное, пойдем по требованиям, и будем смотреть, что у нас в системе делалось в соответствии с этими требованиями. Вот на следующем слайде приведены требования к доступу к электронной информационно-образовательной среде, но немножко, так сказать, упрощая, состоит в том, что абсолютно все сотрудники, задействованные в учебном процессе, и студенты ВУЗа должны иметь доступ к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, где бы они ни находились, и должны иметь логины и пароли от системы. Сразу система делается интернет-ориентированной, то есть у нас, в принципе, по самой архитектуре системы не может быть никаких ограничений на то, что человек находится в ВУЗе, вне ВУЗа, дома, в кафе, на пляже, это уже его личный труд. Система абсолютно одинакова работает. Значит, были заведены учетные записи от абсолютно всех студентов ВУЗа, его сотрудников, сотрудники все, в том числе и не участвующие в учебном процессе, потому что, ну, дальше будут немножко говорить об интеграции системы с другими системами ВУЗа, с подсистемами, то есть абсолютно у всех есть логины и пароли, и, кстати говоря, обратите внимание, что если готовить проверки, то одна из вещей, которая проверяется, от ведомости выдачи логинов и паролей студентов. Значит, дальше, значит, должен быть обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, значит, к изданиям ЭБС и так далее. Ну, во-первых, вот на слайде здесь указано, у нас на сайте выведены, висит абсолютно все учебные планы, ну, там, собственно, три документа обязательно минимальных к размещению. Это учебный план, характеристика образовательной программы и график учебного процесса. Может быть, вот таких общих для плана документов больше, то есть, например, если есть соответствующие какие-то отдельные документы, ориентированные, например, на студентов с ограниченными возможностями здоровья, там еще какие-то бывают случаи, когда дополнительные документы. И кроме этих документов, также должно быть абсолютно по каждой дисциплине учебного плана доступна аннотация рабочей программы и, собственно, рабочая программа дисциплины, ну, или практики. Соответственно, были размещены более 30 учебных курсов, и, значит, благодаря тому, что интегрировано решению, было развернуто больше 30 тысяч учебных курсов, и, соответственно, все преподаватели и студенты имеют доступ к разделам, соответственно, преподаваемых или изучаемых дисциплин. Ну вот, если посмотреть на следующем слайде, видно, как бы, часть того, как у нас представлено все это уже в открытом доступе на портале. То есть по абсолютно каждому учебному плану, а планов сейчас, еще раз повторюсь, более 580 размещено, физически как бы размещалось больше, но часть все время какие-то планы выводятся из эксплуатации, какие-то вводятся. Значит, размещены вот сверху, видно, три обязательных документа, и дальше там вот пример дисциплины первого курса, то есть видно наименование дисциплины, видно преподаватель, который ведет преподавание этой дисциплины, и дальше ссылки на аннотацию рабочей программы. Кстати, жестко по требованиям Рособранадзора они должны быть в формате PDF, здесь вот без вариантов. Значит, на следующем слайде видно, как выглядит у нас учебный курс. Ну, здесь, в общем-то, довольно типичный мудловский дизайн, мы не сильно его меняли, можно сказать, вообще не меняли. Сделали некую типичную структуру курса, которая включала в себя в начале идет аннотация первого раздела, второй рабочая программа, после первого и второго раздела автоматически дергаются файлы в открытый доступ на портал. Значит, и дальше, на большом счету, есть типовая структура, но преподаватели могут ее менять, то есть может быть отдельно, допустим, презентации, отдельные, так сказать, дидактические материалы, отдельные литературы, а могут сделать, допустим, скомпоновать все это дело по разделам, или часть скомпоновать по разделам, а в конце, допустим, привести общую там литературу, там какие-то еще материалы дополнительные. Значит, вот здесь пример преподаватель, в общем-то, разместил рабочую программу, потом там документы регламентирующие, дальше там начало курс анатомии, тут отдельно по разделам. Вот интерфейс такого инструмента, есть эта программка, приведен на следующем слайде. Значит, ну, получилось всегда, не совсем так, как хотелось, а вышло неожиданно лучше, потому что делали сначала инструменты для руководителей, чтобы они могли контролировать, ну, условно, там, проректор может посмотреть, или ректор, что происходит в ЛУЗе в целом, декан по своему факультету, там, заведующий кафедры, допустим, что у него по его кафедре. Но ребята забыли поставить ограничение. И оказалось, что видит, абсолютно любой зарегистрированный полис, видит ситуацию загрузка ресурсов. А потом посмотрели, оказалось удобно, и, в общем-то, так и оставили. То есть, видно здесь, что, ну, все ресурсы, все курсы, так сказать, сделали по категориям. Пустые, где не хватает или аннотации, или на рабочей программе, и где основные материалы, вот этот минимальный, обязательный набор, который отображает в свободном доступе, то есть аннотации рабочей программы имеются. Ну, сейчас после этого уже добавили возможность посмотреть, а что делается, и ведется ли обсуждение на форумах. Здесь тоже вот видны строчки, связанные с работой на форумах. Значит, вот вверху по всему ВУЗу, дальше идут по уровню, там, бакалавриат, магистратура, ну и так далее, все многочисленные уровни, о которых я уже говорил. Значит, в принципе, имеется возможность выбора от конкретного подразделения и смотреть ситуацию не по всему ВУЗу, а по конкретному факультету или конкретной кафедре. То есть, по сути дела, дерево структуры выводится, и там мы выбираем, и видим ту же самую картинку, но уже, как бы, по отдельному подразделению. Значит, причем, ну, опять же, в ситуации можно по дисциплине преподаваемые подразделения, ну, в случае, если это выпускающий кафедр, все, что она читает своим студентам и то, что, может быть, она читает каким-то другим кафедрам. Вот. И дисциплины по программам, закрепленным за подразделением. То есть, это будет загрузка по всем дисциплинам, допустим, если это выпускающий кафедр, то видно, как по ее образовательной программе загрузили условно философию, историю, физическую культуру и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, соответственно, аналогично в культете декан может проконтролировать, как обстоят дела по его образовательным программам, все абсолютно кафедры свои и чужие, что делают. И можно то, что его кафедры, которые, так сказать, находятся на культете, загрузили и по своим программам, и по программам, читаемых для специальностей других культетов. И, соответственно, это все отрегулируется. Значит, если посмотреть следующий уровень, ну, это, по сути, мы нажали на бакалаврят, получается картинка, которая у нас на следующем слайде. Здесь видно, что здесь уже выводятся конкретные направления подготовки и конкретные учебные планы. Иногда, вот здесь видно, один учебный план имеется, тут есть случай, когда два плана. Если говорить о нас, уже упоминалось направление педагогическое образование, там, по-моему, может быть и 40, и 50 планов, потому что много направлений, очная и заочная подготовка, иногда в переходной план или основной, и так далее. То есть число планов, может быть, на одном направлении подготовки очень большое. И самая правая колонка – это количество курсов, которые загружены по данному плану. Если мы кликаем по конкретному плану, попадаем на следующий слайд, то здесь уже видно, значит, видны конкретные дисциплины, видно, какое подразделение отвечает за реализацию дисциплины. Ответственно от подразделения нужно связаться, допустим, какие-то вопросы по загрузке, преподаватель закрепленный, и нажав на треугольниче, который виден справа, можно увидеть конкретные разогруженные материалы. То есть мы видим состав материалов, но не конкретные материалы. То есть мы видим, что у нас есть аннотация, есть рабочая программа, есть, допустим, методичка названия ее, но чтобы посмотреть ее, надо кликать по названию дисциплины, которая расположена слева, и туда войдет только тот, кто имеет доступ. То есть просмотреть структуру может абсолютно любой зарегистрированный пользователь, посмотреть конкретную дисциплину, тот, кто имеет доступ. Ну, то есть преподаватель, студент, ну, либо там руководители, которые это все должны смотреть. Вот благодаря тому, что был вот этот инструмент контроля, все могли, так сказать, оперативно реагировать, и плюс, опять же, на основании этого инструмента делали так называемые таблички мониторинга, то есть буквально рейтинги кафедр, у кого сколько дисциплин закреплено, сколько по ним загружено материалов, там процент загрузки, и по сути дела, что-то типа соревнования получилось между руководителями кафедр, руководителями факультетов, институтов и так далее. Это все рассылалось всем подразделениям, чтобы они видели, докладывалось на ректорате, вот когда был пик работы, по сути дела, каждую неделю докладывалось. В результате начинался уже какие-то соревновательные моменты, там звонили, мы ночью, вечером заслался, утра звонят, значит мы ночью там загрузили, там поправьте, пожалуйста, табличку, мы так сказать исправили. Благодаря этому удалось сделать процесс вот этот вот, контролируемый и очень оперативно все это сделать в загрузку ресурсов, потому что сами понимаете, по 30 тысячам курсов загрузить даже минимальный там набор ресурсов, постепенно это все, конечно, там обрастает дальше, это уже само психолоссальная задача. Ну, следующий слайд это фиксация образовательного процесса. Текущая аттестация это то, что получают студенты в ходе семи месяцев. Еще раз напомню, что у нас имеется вариант, как и для студентов-заочников, допустим, или там для ординаторов, что у них, по сути дела, люди приходят уже на итоговые занятия, но есть возможность зафиксировать там, если есть, допустим, контрольные, то, соответственно, фиксируется с данным, не с данным, там если с оценкой, значит с оценкой фиксируется. А для основных уровней, наиболее массовых, бакалавры, магистры и специалисты, обучающиеся на очной и очно-заочной формах, значит, у нас действует бально-рейтинговая система. Бально-рейтинговая система у нас в соответствии с принятым положением, это две контрольные точки, ну, примерно в середине и перед зачетной сессией, значит, в которых студенты должны выполнить определенный набор мероприятий. Набрать они должны при успешной сдаче минимум 36 баллов, максимум 60 баллов. Плюс от 24 до 40 баллов это успешная сдача итогового мероприятия. Допуск они получают при условии, что набрали хотя бы 36 баллов и что выполнили все мероприятия текущей аттестации. Соответственно, с каждого преподавателя в его фонде оценочных средств говорится, какие предусмотрены контрольные мероприятия, от скольки до скольки баллов это все оценивается и какими средствами осуществляется контроль. Дальше преподаватель может настроить, у него может быть в пределе одно мероприятие до контрольной точки, такое тоже бывает, а может быть 10 мероприятий. Он устанавливает нужное число мероприятий, минимальный и максимальный балл, который студент может получить на этом мероприятии. И, значит, как распределяются баллы между контрольными точками. То есть вот эти максимум 60 баллов, может 30 на 30, может быть 40 на 20, то есть мы в середине контролируем, как бы много баллов даем, потом, ну, вроде, оцениваем меньше, потому что студент там попадает уже почти сразу на зачет. То есть здесь это уже зависит от смотрения преподавателя, от его обстоятельств. Тут мы никого, ни к чему не склоняем, не заставляем и так далее. Система автоматически проверяет, что студент набрал минимальный балл, пока он его не набрал, студент не допущен до экзамена или зачета, там, курсового, чем заканчивается семейство. Ну, и, соответственно, суммирует эти баллы, чтобы было видно, и все это складывалось в итоге оценивать. Ну, вот если посмотреть на слайде, то здесь как раз вот такая ситуация отображена, добор баллов. То есть зафиксировали контрольную точку, это нажимает преподаватель, что все, я с баллой, и доконат получает ведомость с этими баллами, что студент на момент контрольной точки получил вот эти баллы. Ну, как водится, кто-то что-то не успел, кто-то что-то сдал там, совсем не сдал, и сдал там хуже, чем хотел. То есть студент может доздать, это будет так называемый добор баллов. Вот мы видим как раз картинку, что студенты набрали первичные баллы, но некоторые добирают еще, так сказать, добор баллов, кто-то пришел и доздал там что-то по лабораторке, допустим, так сказать, да. Да, эта оценка идет уже, вот вторая оценка, но видно, что у него было на момент фиксации, и дальше он может, причем несколько раз преподаватель может менять, он доздал одно, потом доздал другое, то есть увеличивать, увеличивать можно дальше. Общая сумма. Ну и такая же сумма по второй контрольной точке, потом оказалось, что ВУЗ очень многообразный, что некоторые ставят некие контрольные мероприятия, допустим, нет зачета, и планируют, что в зачетную сессию студент дают что-то еще по дисциплине. Преподаватель, в общем-то, имеет право сделать еще мероприятие после контрольных точек. То есть такую вещь пришлось сделать. После этого попадаем на следующую картинку, это уже, собственно, выставление преподавателем оценки итоговой, в данном случае, по-моему, за экзамен идет оценка. То есть преподаватель видит здесь, сколько студент набрал на каждой контрольной точке, сколько студент добор контрольной точки, если он был вообще. Дальше, если были баллы после контрольных точек, они тоже видны. Все ли контрольные мероприятия сдал студент, то есть вполне реальная ситуация, что он баллов набрал, 36, но уж не сдал, как идеально сдал несколько лабораторок, но какую-то не сдал совсем. Соответственно, он тоже не допущен, должен доздавать. Дальше преподаватель смотрит ситуацию и может здесь выставить балл за аттестацию. После того, как выставить балл за аттестацию, посчитается общий балл за дисциплину, и, соответственно, на основании принятой вузе шкалы приведения будет повышена оттенка по традиционной шкале, то есть отлично, хорошо, удовлетворительно, либо зачет, незачет, зависит от того, что для этой дисциплины предусмотрено. Это все система считает автоматически. Дальше студент может видеть оценки, результаты своей аттестации, которые у него имеются. Во-первых, здесь показано то, что он видит, по сути дела, свою учебную карточку, что в доконате выведено. Ну и здесь, так и для компетенции. Там, соответственно, тоже вопрос, который не имеет однозначного ответа, требуем, что в ее должно быть отражено освоение компетенций. Ну, не муторство и лукаво решили, что показывать, какие компетенции осваиваются в рамках дисциплины, то есть это в плане указано, и, соответственно, отображать, что он оценку получил за освоение дисциплины с такими-то компетенциями. Ну, наверное, трудно, честно говоря, придумать что-то другого. Хотя вопрос, решение не идеальное, но, к сожалению, тут, как говорится, какой вопрос, такой ответ. Надо как-то отображать, мы отобразили. Ну, и также у студента есть возможность, ну, грубо говоря, видеть примерно то же, вот что видит преподаватель, то, что я вам показывал, то есть баллы текущей успеваемости, баллы промежуточной, то есть успеваемости, то есть контрольные точки, итоговые баллы. Но он видит, посудил ту же табличку, только он видит свое имя, только свою фамилию, свои результаты. Так, и еще я не сказал, что там, где я решила вот о текущей успеваемости, там контрольное мероприятие 1, наводишь мышку, отображается то, что оно значит. То есть преподаватель может ввести, что вот эта лабораторная работа там по лексическому анализу, это там по синтаксическому анализу, или это эссе там по такой-то теме. То есть это можно понять, что там, в общем-то, за этим скрывается. Ну, сейчас как бы нет времени. А значит, средства для учета присутствия научно-педагогических кадров и студентов. Ну, вот такое есть средство у студентов. На следующем слайде оно отражено. Значит, преподаватель может, ну, во-первых, вручную поставить, был или не был, сколько именно часов не было. Значит, и может поставить всем было или всем не было. То есть стартовая позиция, от которой, допустим, уже проще, да, один человек, два человека не было. Проще отметить все были, нажать кнопочку на кнопочку все были, буквы B, да, и отметить, соответственно, кто конкретно не был. Значит, и есть альтернативные средства, которые предназначены для ввода старостами и проверки кураторами. Это альтернативный способ. И третий способ в больших аудиториях лекционных сделали считыватели, которые могут фиксировать вход человека по прикладыванию карты. Которая универсальная карта, которая служит для начисления зарплаты или стипендии, и она же является пропуском в ВУЗ, и она же, в общем-то, позволяет фиксировать и посещаемость. Ну вот сейчас как бы пробуем, какие из вариантов окажутся более жизнеспособными. Пока параллельно действуют, но по большому счету все, в какой-то степени средства проверки и так далее. Ну, наверное, склоняюсь к тому, что прийти к тому, что будут отмечать старосты, преподаватель будет, как вот и в журнале, ставить галочку, что согласен, а куратор имеет возможность все это дело контролировать. Но это вот мой прогноз. Пока решения нет, я думаю, что по итогам этого семестра, как бы это семестр все действовало параллельно. Старосты, преподавателям сделали сначала, старостам, вот сначала вот этого семестра запустили. И, может быть, перейдем все-таки к тому, что немножечко разгрузить преподавателя. Вот непосредственно отмечание. Следующее требование. Это по электронному портфолио обучающихся, в котором должны сохраняться работы, рецензии, оценки и так далее. То есть любой абсолютно обучающийся имеет портфолио. То есть каждый человек, как только он зачислился в ВУЗ или поступил на работу, у него сразу получается портфолио. В портфолио имеется три источника информации. Это информация, которая идет, но в случае, не буду говорить про преподавателя отдельно, если интересно, расскажу. Идет из электронного деканата. То есть кто он, в какой группе учится, по какой специальности и информация об его промежуточной успеваемости. Вот по сути дела, ту картинку, которую видел студент, эта картинка имеет в портфолио. Она видна на самом деле, картинка видна и портфолио виден целиком. Вообще говоря, даже не зарегистрированным пользователем. Но студент может выставить у себя галочку «Отображать или не отображать мои оценки». То есть это все-таки личная информация. То есть как он учится, интересно ему привлечь работодателей своими хорошими и отличными оценками. Он может отобрать их. Не хочет почему-то, он может поставить галочку, они не будут отображаться. Это выбор студента. Дальше. Информация заносит самими учащимися. То, что традиционно входит в понятие портфолио, то есть информация о каких-то достижениях. То есть принял участие в какой-то олимпиаде, задел место на соревнованиях по легкой атлетике, да что угодно, хоть по вышиванию крестиком. Соответственно, все эти вещи студент может заносить информацию, выкладывать подтверждающие документы, которые его характеризуют, какие-то свои работы тоже может выкладывать. Это все сюда как бы поступает. Ну и плюс, значит, сюда же поступают, опять же, из учебного процесса, ссылки на курсовые работы, которые студент выполняет. Потому что насчет курсовых, кстати говоря, есть требования, которые отдельно в инструкциях экспертам, в рекомендации к экспертам по аккредитации, что должны быть размещены курсовые работы. То есть, ну, старые курсовые работы до ввода ИОС, там размещали студенты, ну и ВКР также размещается в электронную библиотеку, вручную, а, значит, ну, пытаемся максимально продвигать подход этот, и, как бы, многие преподаватели его используют. То есть, непосредственно, в Moodle элемент типа задания, если раздел элемент имеет в слове название курсовой или курсовая, то, соответственно, автоматически транслирует ссылка на этот раздел, размещается в портфолио. И там же размещается то, что преподаватель написал в отзыве на эту работу. То есть, это автоматически выводится в портфолио, то есть, в открытый доступ. Переходим к следующему. ИОС должна обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и или асинхронное взаимодействие посредством сети интернет. Вот здесь сразу должен сказать, что, значит, мои коллеги, которые много лет занимаются электронным обучением, ну, что-то не много лет занимаются, но, тем не менее, с этим делом связаны, значит, вот между тем, что вы поняли, ну, по крайней мере, большинство людей понимает, вот, глядя на это требование, и тем, что написано в рекомендации экспертов, существует большая разница. То есть, все подумали, и я в свое время подумал, что речь идет о том, что надо обеспечить взаимодействие между преподавателями и студентами, ну, какой-то консультации по ходу учебного процесса, возможность обмена какой-то информацией и так далее. Значит, на самом деле, если посмотреть рекомендации экспертам, речь идет о том, что должны быть обеспечены механизмы различных опросов, ну, типа, удовлетворенность студента преподавателям, удовлетворенность студента тем, как вообще в ВОЗе обстоят дела и так далее. То есть, ну, соответственно, выбирая между тем, что реализовывать, то, что требуется экспертом, и то, что требуется с точки зрения, там, мудравого смысла, можно сказать, если читать вот это требование, то, что оно записано во ВГОСе, и его надо выполнять, мы решили сделать и то, и другое. Значит, соответственно, механизмы синхронного взаимодействия и асинхронного, то есть используются формы, это, по сути дела, стандартные мудовские механизмы, тут мы много ничего не изобретали. Значит, также используются элементы типа задания, ну, про курсовых я уже говорил, но они также используются, рекомендуем для принятия контрольных, лабораторных, там, ну и так далее, всего, что студенты, в общем-то, в виде файлов должны преподавателям задавать, в конечном счете, да. И плюс реализовали систему опросов, которые организуют, в общем-то, вот этот механизм мониторинга удовлетворенности студентов разными аспектами. Значит, ну, на следующем слайде, значит, показана, в общем-то, уже знакомая всем, наверное, до слез, картинка форума в модуле, тут ничего принципиального мы не сделали. Следующая картинка – это механизм опросов. Значит, ну, по поводу механизма опросов, здесь вот, может быть, менее интересна эта информация, там, опросы о кайфе целиком, ну, подобные с опросом о ВУЗе, там, и так далее. Вот, но более интересно, может быть, то, что механизм опросов об удовлетворенности преподавателям, так это все интегрированная система, соответственно, студенты спрашивают об их удовлетворенности по тем дисциплинам, которые предусмотрены именно их учебным планом, именно по тем преподавателям, которые им преподают. То, что видно, если есть студенческая группа, то понятно, какие дисциплины она изучает, и понятно, кто из преподавателей вот эти вот дисциплины ведет. Соответственно, вопросы получаются такие вполне конкретные по именно тому, что этот студент изучает. Далее, следующий момент, мы уже переходим от того, что 7.1.2 в ОФГОСе к общим требованиям условия обеспечения образовательного процесса. Это то, что должны быть задействованы в использовании системы, персонал должен пройти подготовку. Соответственно, прошли подготовку по ИИОС более 1400 преподавателей и сотрудников подразделений, которые непосредственно обеспечат учебный процесс. То есть, по сути дела, деканаты, дирекция института, учебное управление. Остальные тоже люди учатся, где-то самообразовываются, но нет жесткого требования по их подготовке, если брать с точки зрения проверки. Делать систему, которая, по сути дела, внедряет хотя бы элементы электронного обучения, и не использовать их было просто глупо и неправильно. Поэтому в составе ИИОС сделали раздел, по сути дела, работа с ИИОС, так вот и называется. И в нем есть курсы повышения квалификации, то есть, это материалы, связанные с повышением квалификации. Значит, и с определенного момента все лекции, которые в курсе читались, их записали. Ну, во-первых, их транслировали на случай, если кто-то не смог прийти. И далее, значит, записи размещены, и у нас канал на YouTube, который посвящен работе на ИИОС. Значит, вот на одном слайде показаны ссылки на вот эти материалы, на другой, собственно, курс по ИИОС. И он же, в общем-то, курс, посвященный сопровождению. Здесь же вот форумы, которых осуществляется сопровождение работы с ИИОС. То есть, здесь вся нормативная база, то есть, положение об ИИОС, положение в электронном обучении, ну и так далее, которые появляются документы, презентации, которые делаются по этой теме, чтобы можно было с ними ознакомиться, и инструкции. То есть, сейчас на данный момент, ошибаюсь, по-моему, у нас 14 инструкций, и постоянно они корректируются, пополняются. Какие-то новые аспекты появляются, работы, под которые надо делать, опять же, инструкции. Значит, и здесь расположены, ну, три основных и два, там, менее, как бы, ходовых форума, в которых обсуждаются вопросы. То есть, ну, в первом, в каждом подразделении есть ответственный, я вот не сказал, такой важный момент, на каждый кайфер, который, как бы, ну, координирует внедрение, и на каждом факультете есть такой человек. Ну, в контакте и с ними, ну, в принципе, не возбраняется, и другим преподавателям задавать вопросы, какие-то проблемы, если возникает, там, студенты иногда спрашивают, какие-то свои проблемы, иногда от них узнаем о проблемах, существующих в каком-то подразделении, и дальше какие-то управленческие решения уже принимаются. Ну, вот, собственно, как выглядит канал на YouTube. Ну, наш, значит, деканат и в большой степени работа с личными делами пока не полностью на данный момент дублируется. Сейчас вот мы готовим изменения в локальных нормативных актах, чтобы значительную часть работы убрать, дублирование бумажных документов с электронными. Ну, вот здесь вот видно, работает деканат с личными делами, с личной учебной карточкой, то есть все это имеется в электронном виде, ну, вот, так сказать, наверное, будем переходить к тому, что, так сказать, в значительной степени бумажные дублирования исключили. Значит, на следующем слайде показана структура EOS. Значит, ну, в принципе, значит, она интегрирована с внешними системами, то есть пользователи получают доступ к ней. Значит, приемная комиссия – это как бы автономная система, но, по сути дела, работающая с единой базой пользователей. То есть когда абитуриент подает документы к ней, вот эту единую систему, которую мы по аналогии с известной системой на портале госуслуг назвали ESEA, единая система айтентификации, айтентификации, больше, что некоторые из наших разработчиков имели опыт там участия в разработке, там, внедрении вот этого портала госуслуг, значит, назвали. Также, потому что суть, в общем-то, такая же. То есть когда абитуриент подает, для него создается, по сути дела, учетная запись там и, ну, на самом деле, личный кабинет, в этой ESEA после того, как человек зачислился, соответственно, грубо говоря, ставится галочка, и он становится уже студентом, ему дается там логин, пароль, уже студенческий, с которым он имеет доступ к разделам. Значит, так как имеются персональные данные, соответственно, часть вещей доступна только на аттестованных рабочих местах, которые с сетевым экраном разнесены от остального, значит, сразу говорю, что это не в модуле таких вот данных, которые, ну, повышенной, скажем так, надежности хранения, то есть данные о документах и так далее, там нет. То есть это вот в рукописной части. Вот, значит, далее, значит, интегрировано все это дело, ну, с порталом. Широкая интеграция, по сути дела, так сказать, ну, портал – это часть системы, можно так сказать. И интегрировано с некоторыми внешними системами, ну, вот в бухгалтерии, кадры, управление кампусом, об этом скажу чуть дальше. Вот, следующий сайт видно, что у нас на сайте публикуется из EOS. То есть список образовательных программ, реализуем по ним планов, состав дисциплин в каждом плане, аннотация рабочей программы дисциплин. Об этом я, собственно, уже довольно подробно рассказывал. Следующий момент. Список преподавателей, он общий и по подразделениям, по большому счету, нужно и то, и другое с точки зрения требований Рособорнадзора. Здесь вот больше нас проверяли уже не при аккредитации, а при проверке выполнения требований законодательства. Сведения о преподавании дисциплинах для каждого преподавателя и сведения о стаже, степени, звании, образовании, повышении квалификации. Вот это все по каждому преподавателю. Значит, очень большой объем сведений, сведений к тому же обновляемых, постоянно меняющихся, поэтому если не автоматизировать поддержание этой вещи, не сделать контроль, в общем-то будут проблемы. По информации о преподавателях, вот были отдельные замечания на проверке законодательства, связанные с тем, что должна быть представлена информация о преподавателях и преподаваемых ими дисциплинах. Обнаружили, что у нескольких преподавателей нет информации о преподаваемых дисциплинах. Оказалось, что в одном случае преподавательница только что ушла в декрет и, соответственно, там дисциплины распределили, а в других это были преподаватели, устроившиеся на четверть ставки буквально неделю назад, и у них нагрузка планировалась на весеннее семестр, проверка была в конце сентября. То есть им просто на кафедре не привязали воевоз дисциплины. Но все это быстренько устранили, но пришлось к следующему слайду переходить, контроль эксплуатации. Я уже говорил об инструментах заполнения контента, мы используемые форумы, я достаточно много говорил. Обязательную информацию на портале пришлось сделать специальный инструмент, чтобы контролировать, чтобы из всей массы порядка полутора тысяч преподавателей, чтобы сразу высвечивалось, на какой кафедре имеются преподаватели, у которых нет что-то из обязательного набора сведений. Ну и дальше, соответственно, можно было оперативно реагировать, обращать внимание, что, ребята, вы забыли, у вас вчера человек устроился, вы ему тут же предназначаете нагрузку, иначе, вообще говоря, мы не выполняем требования законодательства по информации на портале. Объяснять, что человек устроился неделю назад и еще ничего фактически не читает, здесь бесполезно. Дальше. Для деканатов и выпускающих кафедры есть инструменты, которые по просмотру, по сути дела, всего, что ставят в зонах их ответственности преподавателей. Текущий успеваемый свод информации на контрольной точке, промежуточный успеваемый свод информации на контрольной точке, промежуточный успеваемый. Сейчас вот заканчиваем делать уже, ну, по сути дела, сумму сопоставляем, отчеты о результатах сессии, то есть все вот эти подбивки, проценты баллов, абсолютно успеваемый с качеством знаний по группам, в пути и так далее, с учетом всех возможных разрезов целевики и так далее. Вот это сейчас вот в этом семестре опробуем и дальше, как бы, наверное, полностью откажемся от ручного подсчета. Значит, и плюс, значит, делает там такие текущие вещи, контрольные, по тому, заполняет или не заполняет кафедры там по дисциплине, вот эти баллы, там, все ли курсовые, темы курсовых внесены или нет, там, сведения о посещаемости заносит или нет и так далее. То есть это все, в общем-то, тоже, как бы, постоянно контролирует, потому что эксплуатация большой системы требует постоянного контроля. В результате вот этой разработки мы получили систему, в которой есть сведения, ну, по сути дела, обо всем, что есть в ВУЗе, то есть студенты, преподаватели, ну, вообще сотрудники, значит, кто учится по каким программам и так далее. Оказалось, что вообще говоря, вот этот и смежный функционал, он, ну, интересен и в других отношениях. И, соответственно, ВУЗ начал разрабатываться, это постоянно тоже расширяется, так называемый неучебный функционал. То есть, во-первых, неучебный функционал, значит, в первую очередь, то есть это военный учет, то есть здесь, как бы, очевидно, есть данные студента, где чему учатся и так далее, значит, соответственно, сделали специальные вещи, связанные с воинским учетом. Учет по часовой нагрузке. Так у нас получалось, что, собственно, кадры велись в нормальной информационной системе, с которой сделали обмен данными, а учет по часовой нагрузке был в тетрадочке, но без по часовой нагрузке мы не знаем, что преподаватель вообще работает на этой кафедре и может вести что-то, допустим, как заняка, что-то из дисциплины, скрепленное из-за кафедры. Соответственно, сделали, что ведется учет по часовой нагрузке, но и заодно те функции, которые нужны были плановым отделом. Учет пропусков на личный автотранспорт. Тоже есть все сотрудники, студенты, то есть, как бы, это все легко делается. Доступ к Wi-Fi на территории ВУЗа. К Wi-Fi точкам. Везде доступ по логину и паролю от EOS. На территории сделали. Значит, поддержка деятельности по подостройству. То есть, заключили договора с работодателями, дали им возможность, ну, скажем так, несколько более расширенного поиска инструмента поиска по системе, хотя, в принципе, значительная часть информации по студентам, она находится в свободном доступе, как я уже говорил. И студентам возможность знакомиться с совмещенными в системе информацией о работодателе. И также сделать формирование рейтинга преподавателей и подразделений. У нас действует рейтинговая система оценки, на основании которой производятся различные поощрения, подразделения, там, отдельных сотрудников и подразделений. И, соответственно, сейчас все это дело тоже делается через EOS. Тем более, что, как бы, ну, значит, часть информации, там, допустим, те же публикации и так далее. Отсюда, в общем-то, развитие уже портфолио не студентов, а преподавателей, потому что информация, по сути дела, за этого портфолио становится основой для формирования рейтинга. То есть, сейчас, в общем-то, ближайшие планы – это сделать планы преподавателей кафедры, отчеты преподавателей кафедры, чтобы они также формировались за EOS. По сути дела, немножко вот с рейтинга получилось, что мы выскочили вперед. Если бы более системно подошли, можно было бы сразу делать параллельно эти вещи, потому что, на самом деле, очень многие вещи, они, на самом деле, в рейтинге отражаются. Ну, если говорить о чем, с внешними системами, с какими взаимодействует EOS, это управление кадров, то есть, у нас принципиально нет возможности, чтобы мы, администраторы системы или кто-то еще, добавлял импорт на то, что человек является сотрудником. Информация идет строго из кадров, единственное исключение – это те, кто работает по почасовке, информация заносится плановым моделем. Все. То есть, мы не следим ни за изменениями структуры ВОЗа, не за кто устроился, кто уволился и так далее. Это все делается автоматом, идет оттуда. Каждую ночь проходит синхронизация информационных систем. Также мы, так сказать, подружились с бухгалтерией. Информация о оплате студентами контрактов для деканатов поступает оттуда. И с системой, кампусной системой, системой электронных пропусков. И даже, в общем-то, те же пропуска, они используются для учета посещаемости там, где есть считыватель и аудитория. Ну вот, наверное, вкратце о системе нашей я рассказал. Значит, есть много идей по дальнейшему развитию, но вот уже вполне нормальная, живая система, в которой оказалось, что, в общем-то, все преподаватели могут достаточно успешно работать. Если попробовать сделать выводы из нашей разработки. Значит, для того, чтобы в короткие сроки создать развитую информационную среду ВУЗа, необходимо, ну, наверное, в первую очередь, все-таки воля руководства. Без этого ничего не получится, потому что это колоссальный дополнительный труд. Причем, так как мы говорим о всей системе ВУЗа, труд буквально, ну, всех. Каждого преподавателя, каждого, там, секретаря в деканате и так далее. То есть от всех требуются большие усилия. Это правильная постановка задачи. Здесь либо свои специалисты, либо приглашенные должны быть грамотны, которые и хорошая команда внедрения. То есть организация внедрения – очень важный вопрос. Организация контроля внедрения – это, в общем-то, без этого быстро не сделаешь. Благодаря наличию вот этих факторов удалось, ну, по сути дела, за 14 месяцев создать и ввести в строй систему. И сейчас, в общем-то, ну, ее дальнейшую эксплуатацию и развитие, она развивается достаточно интенсивно, в общем-то, достаточно успешно проводить. Я буду рад ответить на вопросы. Также, если нужны какие-то консультации или будут предложения, возможно, о сотрудничестве, в общем-то, тоже буду рад, это все можно обсудить. И, как бы, в результате, возможно, чем-то смогу быть полезным, либо интересно будет воспринять чей-то опыт. Спасибо за внимание.